Здравствуйте! В эфире телеканала CBC передача «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Поговорим мы сегодня о великом возвращении на освобожденные территории Азербайджана. В гостях у нас в студии сегодня Эмин Мамедзаде, ведущий научный сотрудник Института экономики при Министерстве науки и образования Азербайджана, и Эмин Гарри Бли, доктор философии по экономике, доцент кафедры международной экономики Азербайджанского государственного экономического университета. Уважаемые эксперты, здравствуйте! Приветствую вас! Большое спасибо, что к нам сегодня приехали. Господин Мамедзаде, я хочу сначала обратиться к вам. Накануне выступал господин президент, и он сообщил, что по итогам первого этапа программы Великого Возвращения, то есть до конца 26-го года, в Карабахе и восточном Зангизури будет проживать как минимум 140 тысяч населения. Как вы считаете, как такое переселение изменит экономику Азербайджана? Да, действительно, по первой программе большого переселения планируется переселение именно в пределах 140 тысяч человек. И, естественно, для того, чтобы осуществить этот процесс, необходимо спланировать все шаги для того, чтобы население, которое будет переселяться в деоккупированную территорию, не испытывало определенного дискомфорта ни в вопросах инфраструктуры, ни в том числе в вопросах занятости и так далее. социально-экономических каких-то вопросов, социальной инфраструктуры и так далее. Эффект, конечно же, будет заключаться в том, что после того, когда переселение данного количества наших граждан будет проведено в жизнь, то без сомнения там будет активизироваться как и бизнес-деятельность, и с другой стороны будет развиваться в целом социально-экономическая инфраструктура, потому что приток нового населения будет вызывать появление новых потребностей, это в свою очередь будет требовать новых инвестиций, а также с другой стороны будет интенсифицировать и экономическую деятельность непосредственно наших граждан, которые, я думаю, при тех условиях, которые уже созданы, практически вы знаете, что было принято на республиканском уровне соответствующие налоговые льготы для предпринимателей, которые будут заниматься бизнес-деятельностью в Карабахе. Это, я думаю, а также приток зарубежных инвестиций будет стимулировать развитие нашей экономики в Карабахе в ближайшие три года. Господин Горибли, к вам вопрос. Как господин Мамедзаде отметил, 140 тысяч населения в ближайшие три года переселить, для этого нужно создать очень обширную инфраструктуру, потому что ведь речь идет не о переселении людей просто для работы, вахтовым методом. Переселяются тогда люди с семьями, с детьми, то есть нужно создавать школы, больницы, детские сады, места для развлечений и так далее. Как вы считаете, справимся ли мы с такой достаточно сложной задачей по созданию такой обширной инфраструктуры всего за три года? Думаю, если посмотреть, на самом деле сегодня, прежде чем туда заселять, мы видим, что в первую очередь, какие проекты, мы видим, что здесь больше транспортной инфраструктуры застроят, и это положительное, я считаю, учитывая то, что через эту территорию будет проходить международный транспортный коридор, вопрос занятости частично будет решен. С другой стороны, нужно еще учесть один фактор, то, что в основном эта часть именно аграрная область занимается большей частью аграрной сферы. Мы знаем, территорий там достаточно много, и сегодня какие вопросы обеспечения продовольственной безопасности Азербайджан играют немаловажную роль, учитывая климатические условия, смену климата и так далее. Сегодня я считаю, что они дадут лепту в целом в экономическом развитии Азербайджана, в обеспечении продовольственной безопасности. И думаю, что вот это, скажем, сегодня, если посмотреть, нехватка водных ресурсов, мы знаем, что это предостаточно водных ресурсов, которые могут обеспечить не только Карабах и Восточный Загнезурский, другие низменные области. Я считаю, что принцип в плане обеспечения природных ресурсов предостаточно, там есть очень большой потенциал туризма. Самое главное, я думаю, что все-таки процесс именно обеспечения занятости. И я считаю, вот сегодня, только возьмем, мы уже знаем, что определенно поставлена задача о том, чтобы засеивать пшеницу, скажем, в Физули, Ахдаме и в Джабраэль. Уже в ближайшее время, но уже есть прогнозы от того, что все-таки сегодня обеспечены именно зерном и другим товарами, продуктами, все-таки обеспеченность, сама себя обеспеченность республики увеличится. Это уже положительная тенденция. Опять же, все зависит, на мой взгляд, к чему я говорю, потому что все-таки зависит от экономических факторов. Если есть занятость, то люди там, скажем, будут вкладывать инвестиции, там будут и, если мы говорим о сфере туризма, то развлечений, этих объектов будет предостаточно. И, опять же, сегодня мы видим, что регулярно проводятся соответствующие мероприятия, которые где-то сегодня играют некую стимулирующую фактор для привлечения в будущем инвестиций. Сегодня уже мы видим, как, скажем, да, опять же, в первую очередь, мы что, поэтапно начали, начали с транспортной инфраструктуры, далее уже построено два аэропорта, третий строится, далее мы знаем, что четвертый аэропорт есть сегодня в Ходжаллах. В принципе, для такого региона предостаточно, на мой взгляд. Далее мы уже, это уже в какой-то частичном обеспечении, дальше, мы знаем, уже строится железная дорога. Поэтапно, сейчас уже в следующий этап заселяют, уже где-то в частичной обеспеченности есть, идет процесс освоения территории, заминированной территории. Я думаю, что вот это поэтапно и применение новых технологий позволит в будущем, естественно, как обеспечить их занятостью, далее, дальше уже и пойдут инвестиции. Я считаю, что вообще сегодня у этого региона, на мой взгляд, сегодня перспектив очень много. Если изучать сегодня проблемы регионов, наших регионов, то сегодня в процессе заселения эти проблемы учитываются. И это сегодняшнее заселение полностью отвечает международным стандартам. Или, скажем, сегодня, если сравнивать, мы многократно отмечали, в развитых странах в основном мы видим, что где-то грань между селами и городами уже очень прозрачна. И сегодня мы видим, что и в Карабахе, в принципе, эти факторы учитываются. И, на мой взгляд, тут в вопросе перечислены социальные объекты, они уже, рынок сам ее будет решать, эти проблемы будут решать. Самое главное, что там поддержка государства есть, как до этого я, наверное, отметил. И будут преференции. Если будут преференции, естественно, государственной поддержки, люди будут заинтересованы, опять же, в том, что перезаселятся и инвестировать. А, во-вторых, опять же, выгодное географическое расположение. Потому что вот все эти факторы приведут к улучшению в целом экономической ситуации, к развитию и к международному кооперированию сотрудничества между нашими странами. Опять же, я подчеркнул, через эту территорию будут проходить транспортные коридоры, которые связывают многие страны. Это даст толчок к развитию как нашей страны, так же международному сотрудничеству. – Господин Мамедзадев, вновь вопрос к вам. Какие там будут условия, в принципе, уже можно видеть на небольших примерах. Как господин Горибли правильно отметил, уже процесс возвращения начался. Уже есть, допустим, село Агалы, можно упомянуть. – Лачин. – И в Лачин, да. Есть и села, есть и города. Лачин, Физули, уже какие-то люди туда вернулись, на свои родные земли. Как вы считаете, насколько комфортные условия там созданы? – Ну, судя по репортажам нашего телевидения, центрального АСТВ, то я обычно слежу по центральному нашему телевидению, то по репортажам нашего телевидения видно, что там практически созданы все условия для жизни населения. Есть полностью организована социальная инфраструктура, то есть есть там и поликлиники, и больницы, и места для отдыха, и парки даже. То есть то, что вы отметили раньше, то необходимая социальная и экономическая инфраструктура там, в принципе, уже создана. И это логично. Почему? Потому что если не будет соответствующей инфраструктуры, то тот процесс переселения, который планируется провести в несколько этапов, он может быть нарушен по объективным причинам. Потому что, естественно, что люди, которые будут переходить на новое место жительства, они должны обладать всеми необходимыми условиями, в том числе и в коммунальном хозяйстве, и связанные с трудоустройством, связанные с отдыхом, развлечением, досугом, получением образования. Это все, по моим данным, практически там, в тех местах, куда уже переселены были наши граждане, там это все было создано, не просто создано, а создано на высоком уровне. Практически в том же Зангеландском районе, в селе Агалы, практически создали условия у умного села. То есть там применялись последние новинки, значит, науки и техники, в том числе в сфере ИКТ, цифровой экономики, которые помогут развивать в этом селе более передовое и эффективное сельское хозяйство. Все это говорит о том, что наше государство проводит целенаправленную, стабильную, значит, деятельность по реализации вот этой самой первой государственной программы по большому возвращению наших граждан на деоккупированную территорию. Господин Горебли, вновь вопрос к вам. Ну вот мы видим, что строительство, восстановление освобожденных регионов реализуется в рамках концепции зеленой зоны. То есть это будет зеленая, экологически чистая зона, регион, где будет комфортно жить для здоровья. А вот если посмотреть с точки зрения экономики, создание зеленой зоны, что это дает экономике? То есть не только здоровье людей, но и в экономическом плане. В первую очередь нужно отмечить, что начнем с того, что мы знаем, во время оккупации там в экологическом точке зрения был нанесен ущерб. И сегодня обязательно мы должны восстанавливать этот процесс. Мы знаем, что не только экология. Мы знаем, что там мы занимались наркотрафиком, наркотическим. И думаю, что сегодня этот процесс, это было вызвано с сегодняшнего реалия данного региона в первую очередь. А во-вторых, если посмотреть сегодняшнюю тенденцию, проходящую сегодня в мировой экономике, то сегодня, если посмотреть, идет переход от, скажем, углеводородных энергетики, приходит зеленая энергетика. Сегодня это вызовы мировой экономики. Если хотим снизить издержки, то, естественно, нужно переходить. И сейчас мы увидим, что в мировом рынке больше продаются именно эти, дают предпочтение им товарам зеленой экономики, скажем. И, естественно, это, в первую очередь, это регионально. Во-вторых, мировые тренды подсказывают нам, требуют, чтобы нужно поэтапно переходить на эту систему. Вопрос в том, что, естественно, применение этих технологий требует и соответствующей квалификации, развития квалификации. Мы уже видим, что началось строительство, скажем, университетов, соответственно. Уже было сказано, скажем, министрам образования о том, что, вероятнее всего, в Агдаме будут соответствующие университеты, которые будут заниматься именно исследованиями. Университеты не знают, что только образованием будут проводиться соответствующие исследования. Люди будут, скажем, смогут освоить эти оборудования, скажем, новейшие технологии. Мы видим, что, в принципе, учитываются сегодня эти факторы. И, опять же, сегодня мы видим, что эти люди в бывшем, скажем, сегодня, если те, которые возвращаются сегодня в Карабахский регион, мы знаем, что они в основном жили в городах, в основном месте, которые возвращаются. Поэтому процесс восстановления будет очень сложный. Если, скажем, человек, который сейчас сегодня, ему 25-26 лет, он всю жизнь жил в городе, и вдруг возвращается в село, ему будет сложно. Поэтому, естественно, он видеть, вот именно где-то он привык больше, скажем, к высоким технологиям в городах. А сегодня переход на эту, скажем, оккупированную территорию, это тоже где-то некий положительный тенденц для того, чтобы они туда адаптировались. И вот третий фактор то, что, да, вот сегодня и этим людям будет позитивно. А вот что касается, да, сегодня мы видим, что сегодня в Сугоушане в последнее время было, значит, дано в эксплуатацию пары, которые сегодня, я считаю, что это видим, это же, в принципе, для досуга в первую очередь. Но, с другой стороны, этот регион в целом, он больше славился туристическими зонами. Значит, на мой взгляд, сегодня открывая такие объекты, скажем, да, вот экологически чистые объекты вокруг очень, скажем, привлекают красивых мест, это приведет к привлечению, к инвестициям в сферу туризма тоже. И где-то сегодня мы видим, если мы акцентируем свое внимание на туризме, то и зеленую, скажем, экономику, зеленую технологию, то мы видим, что, в принципе, здесь тоже где-то есть сходство, где-то есть логическая цепочка, в принципе. Я думаю, что вот применение этих технологий приведет к улучшению экологической ситуации, приведет к ее, значит, привлекательности с точки зрения туризма. И самое-самое, скажем, открытие аэропортов, еще раз подчеркну, аэропортов тоже это некий фактор того, что, скажем, в будущем туда будут больше, вероятно, скажем, туда привозить новые технологические оборудования, туда будут приходить больше, если есть много аэропортов, то туризм будет больше развиваться. Опять же, непосредственно, значит, приведет к улучшению инвестиционной привлекации. И немаловажным фактором играет то, что сегодня и само, скажем, понятие зеленая энергетика, это некий тоже, и применение к зеленой энергетике соответствует к преференции, не только у нас, то и за рубежом, и это тоже является неким таким мессажем для того, чтобы больше туда вкладывали. Мы знаем, что сейчас возьмем один такой пример, если не ошибаюсь, несколько зарубежных компаний уже намереваются открывать соответствующие электростанции, на основе, скажем, альтернативных энергетик. Это уже, знаете, вложить этот шаг вперед, шаг вперед, как было отмечено, шаг вперед на будущей технологии разве, а будущая технология сегодня очень связана именно с зеленой энергетикой. И мы, в принципе, начинаем, вот посмотрим, какими ресурсами обладает. Это богато, как до этого отметим, это водные ресурсы. Это тоже непосредственно зеленая, как скажем, экономика. Оно будет, первое, поставлять энергоресурсы. Дальше это для, скажем, для сельскохозяйства, для того, чтобы, если вы посмотрите в равнины регионы, там, видишь, проблемы с водой есть. И есть, значит, для развития именно озеленения региона есть все предпосылки. Мы знаем, что еще немаловажный фактор, то, что в этом регионе, если посмотреть структуру экспорта Армении, то за последние годы у них, если сравнивать ее с 95-м годом и сегодняшним днем, ее в структуре экспорта возрос товары, сырьевых товаров, в частности, это медные, золотые эти, как его, ресурсы, которые они экспортируют сегодня в третьи страны. И львиную долю этих сырьевых ресурсов приходилось именно или на Карабах, в Восточно-Зенгизурский регион, или в пограничные регионы. То есть они незаконно выводили полезные ископаемые. Кафанский, самый большой Кафанский, мы сейчас знаем, что это Вединский район, где тоже граничится с Нахчеванием. Значит, сегодня приход сюда, оккупация процесса, это приведет к чему? Это оздоровление в целом экологии данного региона, приведет к тому, что мы увидели, что, опять же, вот такие примеры, дома, если бы они хотели бы жить, оставаться там надолго, так варварски не относились. Они относились к нему как к месту, где будут проживать именно временно. И вот угроза именно влияния на экологию тоже показатель, некий показатель того, что, во-первых, что они из себя представляют, и во-вторых, и во-вторых, опять же, это заставляет на это сфокусироваться государство, потому что если они в течение долгого времени, 30 лет, они именно повредили, мы знаем, что есть в этом Лачинский район, там раньше лесов было больше, чем сегодня. И также можно сказать, и Кельбаджар и других регионах, где есть полезные эскапами, где они, скажем, варварские отношения. И, опять же, что я хочу подчеркнуть, и здесь, опять же, немаловажную роль в этом сыграет и государство, в уделении соответствующих ассигнований. Потому что чем больше мы осваиваем эти территории, чем мы видим, что проблема с минами, дальше мы уже сталкиваемся, уже видим, что мы находим соответствующие кладбища, где во время, в свое время, захоронили, скажем, наших солдатов. Мы сталкиваемся с экологическим террором, находим соответствующие. И думаю, что вот этих примеров будет предостаточно. И, естественно, вот... Ну, теперь все будет меняться. Теперь мы видим, что превращается этот регион в очень технологически развитый и передовой регион. Господин Мамедзадек, вам вопрос. Сегодня в Баку открылась выставка «Ребил в Карабах. Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха». Вообще в третий раз уже в Баку такая выставка проводится. И каждый раз она привлекает очень много внимания со стороны бизнеса. Наши компании, азербайджанские, зарубежные компании участвуют. Сотни компаний, государственные компании, частные компании. На ваш взгляд, что определяет такой большой интерес к этому мероприятию со стороны бизнеса? Ну, я думаю, в первую очередь это связано с тем, что наш национальный бизнес в первую очередь нацелен на то, чтобы восстановить действительно ту глубокую рану, которую нанесла нашей родине именно армянская оккупация. Там участвуют не только азербайджанские компании, там участвуют и иностранные компании. Потому что драйверами восстановления восточного Зенгизура и Карабаха являются все-таки наши местные ресурсы, наши местные предприятия. И, как заметил господин президент, до сих пор ни одного зарубежного доллара не было потрачено, точнее, со стороны иностранных инвестиций. Это были в первую очередь ресурсы Азербайджана. И некоторые субподрядчики, которые занимались альтернативной энергетикой, да, они есть, если не ошибаюсь, в Зенгеландском районе, а также две школы, которые построили Казахстан, Узбекистан. В основном Азербайджан ведет восстановление за счет собственных средств. Я вернусь к зарубежным инвесторам тоже. Но поговорить хочу, в чем же причина этого интереса со стороны наших национальных инвесторов. В первую очередь, я как сказал, это связано с тем, что это наши земли, которые нужно каждый азербайджанец понимать, в том числе и бизнесмен, что эти земли были всегда нашими, и они были временно оккупированы. А сейчас их нужно возвращать не только физически, но и экономически, и в том числе и интегрировать их в нашу экономическую жизнь. Естественно, что здесь есть определенная поддержка и азербайджанских государств. Как я раньше сказал, наше государство создало определенные налоговые и таможенные, в том числе, кстати, льготы для тех компаний национальных и зарубежных, которые будут заниматься восстановительными работами в Карабахе и восточном Зангизуре. Кроме того, этот интерес еще и связан, возможно, и с тем, что сама-то зона восточного Зангизура и Карабаха, она, как сказал уважаемый мой коллега Эмин Мали, она является очень богатой с точки зрения ресурсов, не только природных, которые там есть. Гидроресурсы, различные руды, различные другие полезные ископаемые, но и в том числе сама природа, она действительно уникальна. Ведь неспроста говорят, что это на самом деле так, что из 11 климатических, географических зон 9 приходится на Азербайджан. То есть в Азербайджане 9 из 11. Из них как минимум 5-6 в зоне восточного Зангизура и в Карабахе. Поэтому там есть большой потенциал для развития своего бизнеса, не только в сфере туризма, но и в других, в том числе в сельском хозяйстве, в промышленности горнодобывающей. Есть в том числе, я считаю, что это связано с определенными технологиями ИКТ. Более того, я считаю, что вот так разговор зашел о интересе национального и зарубежного бизнеса, я бы хотел предложить всем инвесторам, и зарубежным, и нашим национальным инвесторам, вкладывать в первую очередь деньги туда, в Карабах, пока там не сформирован такой уж и большой совокупный спрос, так как переселение населения только началось, и оно будет продолжаться несколько десятков лет. Организовать в первую очередь в этой зоне экспортоориентированное производство. То есть, чтобы те предприятия, которые будут вкладывать деньги, они могли быстро получать доход и повысить рентабельность своего производства за счет не внутреннего рынка Карабаха и Восточного Сангюра, а за счет, скажем, стран региона, которые окружают нас, или же дальнего зарубежья. В этом смысле это поможет притянуть больше иностранных инвестиций, если государство в том числе поддержит такого типа проекта, экспортоориентированный, я имею в виду. А в дальнейшем, когда уже здесь количество предприятий, как совместным капиталом, так и чисто национальным капиталом предприятий будут увеличены, естественно, сюда это, в свою очередь, подхолостнет, так скажем, стимулирует дальнейший приток и возможность сопережения по программе остального населения. То есть, вся самая главная задача, я думаю, сделать, повысить инвестиционную привлекательность региона, чтобы туда было выгодно вкладывать. А это, в первую очередь, на мой взгляд, нужно делать, ориентируясь на производство, которое будет нацелено на внешние рынки. Вот в этом консекте, я думаю, поэтому оно может вызвать и вызывает интерес у нашего бизнеса. И, надеюсь, зарубежные представители бизнеса также проявят соответствующий интерес при учете тех вещей, которые я сказал выше. Господин Горибли, вот по поводу инвестиционной привлекательности этого региона, хотелось бы с вами продолжить тему. Вот сегодня господин президент выступал перед участниками выставки «Карабах-Рыбилд», и он отметил, что восстановительная работа, которая там проводится, является примером плодотворного сотрудничества между частным сектором и государственным сектором. На ваш взгляд, что нужно еще сделать, чтобы частный сектор больше вовлекался в восстановительный процесс? Потому что, как уже отмечалось, да, частный бизнес участвует, но все-таки основную работу проводит государство, основное время финансовое несет государство. И, конечно, частный бизнес должен быть более активным. Я сначала хочу затронуть предыдущий вопрос, где-то он связан с моим вопросом. Все-таки мы видим заинтересованность. На мой взгляд, самым главным фактором здесь играет именно репутация азербайджанской экономики Азербайджана. Мы видим, что те обязательства, скажем, те амбициозные проекты, которые взял на себя наш государство, именно господин президент, мы видим, что все осуществляются. И это придает уверенность у многих инвесторов, что если мы взяли на себя, скажем, решить проблему, такие задачи, мы со всеми задачами, поставленными задачами справляемся. Мы видим, что, прежде всего, мы до этого проекта, скажем, да, вот этих проектов, мы видим, что мы провели очень амбициозный проект, один из этих, скажем, ТАНАП, ТАП и другие. Мы видим, что то, что азербайджанское государство планирует, оно осуществляет. Это придает уверенность, если посмотреть, вот, говорим, если посмотреть, значит, индикаторы, соответственно, рейтинг компании, организации, то увидим, что вот именно с началом возвращения, великого возвращения, мы видим, что очень много, скажем, транспортно-инфраструктурных проектов осуществляется. Это тоже улучшает нашу, скажем, инвестиционную привлекательность всего Азербайджана, всего региона. Это, если говорить, что мы можем привлечь, в мире есть очень много примеров для того, чтобы повысить тот или иной отрасль в мире. И это очень, скажем, широко использованная практика. А что касается именно непосредственного региона, здесь нужно, естественно, нужно искать те отрасли, которые сегодня уже интересны. Это, в первую очередь, мы видим, что государство все-таки сфокусировалось именно на международных транспортных коридорах. Понимаете? Если вы знаете историю развития всего нашего региона, возьмем и центрально-азиатских стран, возьмем, посмотрите, все эти государства создавались именно на стыке, именно шелкового пути. Сейчас нужно учитывать, что будущая устойчивость нашей экономики очень тесно связана именно с теми проектами. Это именно транспортировка через нашу территорию. И вот мы сегодня, проводя, скажем, путь именно через Зенгий-Азорский коридор, мы обеспечиваем, в первую очередь, мы где-то диверсифицируем тот, скажем, среднюю дорогу, которая проходила через Грузию сегодня и через Зенгий-Азорский коридор. Это приведет к чему? К уменьшению сдержек, к уменьшению времени товаров, которые перевозят через нашу территорию. Там будут уже в будущем, как сейчас, скажем, в Алятской регионе, должны расширяться свободные экономические зоны. Свободные экономические сегодня зоны, эти некие сегодня островки, скажем, развития. Естественно, там предоставляется предостаточно преференции. Мы видим, что если даже Армения сегодня не согласится, мы через территорию Ирана проведем Зенгий-Азорский коридор. Я считаю, что оно, как минимум, ориентируется на этот проект, даст львиную долю, скажем, того, что мы можем привлечь. Давайте посмотрим сегодня, какая ситуация в Турции. Уже в Турции, где планируется в будущем построить, скажем, транспортный коридор, на этих территориях уже повышается стоимость на землю. Уже знают, что в будущем через эту территорию будет проходить транспортный коридор. В принципе, естественно, рентабельность будет высокая. То есть, естественно, уже вкладывают инвестиции. Я думаю, что сегодня достаточно, скажем, даст значит, только в первый период, ориентируясь именно на транспортный коридор. И не случайно наше государство, опять же, построило там же те транспортные объекты, скажем, Аэропы, которые тоже привлекают, улучшают привлекательность именно с точки зрения, скажем, транспортного коридора. И в целом, если, опять же, еще второй немаловажный фактор, то, что у нас в других регионах, скажем, медный рут очень мало ограничен. Если там есть, то, естественно, можно создавать соответствующие кластеры, кластеризации. Если есть энергетика, если есть сырье, то для развития промышленных объектов есть все предпосылки развития. И, опять же, туризм. Я считаю, что если посмотреть отдельную, скажем, практику, то, видимо, считаю, что если бы есть туристическая зона, то, учитывая сегодня специфику этих регионов, естественно, нужно открывать, скажем, свободную экономическую зону в туристической зоне, направленной на туризм. Значит, туристические объекты на определенный срок, на 10 лет освобождаются от определенной, скажем, да, от уплаты налогов на 10 лет, дабы стимулировать, скажем, эту модель использовали в Батуме, хотя в Батуме, в принципе, на первый взгляд, он был отдален от центра Тбилиси, видим, что привлекательность, ее инвестиционную привлекательность улучшилась. Я думаю, что, вот, поводя такую, сказать, диверсификацию, учитывая особенности, в принципе, как, уважаемый имя имя отметил, невзирая на то, что эта территория, в принципе, довольно-таки маленькая, это, скажем, восьмого восточно-зенге-азурский и Гарабахский регион, но различий очень много. Одна равнинная часть, значит, горная часть, другие, скажем, что, если посмотреть, это альпийские луга, где можно, скажем, животноводством заниматься, где можно... И, конечно, любую сферу экономики можно там развивать и реализовать. Начиная с промышленности, заканчивая... Я посчитаю, что все-таки вот эта диверсификация должна быть проведена, оценка, опять же, выход из положения, опять же, и, как и везде, мы видим, это предоставление преференции, в первую очередь, открытие свободных экономических зон. Господин Мамедзада, наверное, последний вопрос у меня будет к вам. После освобождения оккупированных территорий у нас, наконец, появилась возможность для подписания мирного договора с Арменией. Ну, будем надеяться, что это произойдет в ближайшее время, и тогда появится новая возможность для развития сотрудничества с Арменией, в том числе экономического. Ведь когда-то оно было. На ваш взгляд, в каких отраслях экономики мы можем сотрудничать с Арменией? У нас не так много времени осталось до конца эфира. Я буду краток. Спасибо за этот вопрос. В случае, если мирный договор будет подписан, с Арменией, конечно, перспективы нашего экономического сотрудничества гораздо больше будут расшириться. Эти возможности. Я думаю, эти направления традиционные, как во времена Советского Союза. Наверняка это будет сельское хозяйство, армянский коньяк, армянские абрикосы. С азербайджанской стороны, очевидно, это будут какие-то продукты нефтехимии, тоже определенный продукт сельского хозяйства. Возможно, будут какие-то наработки, связанные с культурными, развлекательными мероприятиями. Но это все в перспективе. А так, в основном, я думаю, это будет продолжение тех хозяйственных связей, которые установились уже во времена Советского Союза. Ну и, наверное, какие-то новые отрасли, такие специфические, которые связаны с транспортом, логистикой, естественно. Я не коснулся Зангизорского коридора, только это уже самый первый проект, который наверняка будет реализоваться с Арменией. Я имею в виду все остальные побочные, которые будут способствовать стабилизации взаимных отношений политических, экономических между Азербайджаном и Арменией. Я думаю, что они будут идти в русле того, что было во времена Советского Союза. Плюс, опять повторюсь, новые технологии и отрасли, которые возникли уже в 21 веке, связаны с ЭКТ, с цифровой экономикой, ну и другими отраслями, которые требуют интеллектуального капитала. Спасибо большое, уважаемые эксперты. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Напомню, что вы смотрели передачу «Экономика дня». Меня зовут Елена Косолапова. Говорили мы сегодня о восстановлении освобожденных территорий Азербайджана и о великом возвращении на этих территории. В гостях у нас в студии были Эмин Мамедзаде, ведущий научный сотрудник Института экономики при Министерстве науки и образования Азербайджана, и Эмин Гарибли, доктор философии по экономике, доцент кафедры международной экономики Азербайджанского государственного экономического университета. На этом передача подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok